Использовать транзитный потенциал стран Тюркского Совета, воспользоваться идеями казахстанской программы Рухани Жангару и еще крепче сблизить молодежь тюркоязычных государств. Это инициативы президента Нурсултана Назарбаева, озвученные во время шестого заседания Совета Сотрудничества Тюркоязычных Стран. На сегодняшней встрече глава Казахстана передал председательство в организации к иргызской стороне и подвел итоги проделанной работы за год нашего председательства в Совете. Кроме того, Нурсултан Назарбаев предложил модернизировать Тюркский Совет и адаптировать его деятельность к требованиям времени. С подробностями из Кыргызстана Иван Тулинов. Шестая встреча Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств состоялась на берегу Иссыкуля в культурном центре Рухордо, где глав государств лично встретил президент Кыргызстана Сорун Байженбеков. Во время приветствия казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева можно отметить самое продолжительное рукопожатие. Президенты долго не разжимали рук и что-то активно обсуждали. Сюда же прибыли главы Турции и Азербайджана. Президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии принимают участие в качестве почетных гостей. После небольшой экскурсии по комплексу участники встречи прошли на совместное фотографирование, после чего сразу же приступили к работе. Заседание открыл Нурсултан Назарбаев, отметив, что во время председательства Казахстан продолжил реализацию идеи ССТГ – усиления тюркского сотрудничества. Страна подготовила концепцию интеграции тюркоязычных государств и решительно настроена на углубление культурно-гуманитарных связей, расширение сотрудничества в области образования, информационных технологий, энергетики, транспортно-транзитной и финансовой сфер. В рамках председательствования Казахстана уделено особое внимание и научно-просветительской работе. Нас радует, что в соответствии с нашим поручением разработан учебник «Общая тюркская история» и начато его внедрение в школьные программы. Уверен, это станет эффективным механизмом воспитания молодежи на основе историко-культурного наследия. Наряду с этим «Тюркская академия» выпустила более 90 книг, направленных на изучение нашей истории и модернизации сознания. Запущен портал «Аталар Миросе», посвященный обобщению и обнародованию нашего 4000-летнего культурного наследия. Начата реализация социально-исследовательского проекта «Тюркский барометр». В целях активизации сотрудничества в сфере туризма запущен проект «Современный Великий шелковый путь», который позволяет за 14 дней посетить сакральные места, повествующие о древней истории и культуре наших стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути. Считаю, что все это является большой заслугой тюркской интеграции. Предыдущий форум на высшем уровне состоялся три года назад в Астане. С того времени главы государств успели обменяться взаимными визитами и усилить торговлю между странами Тюркского совета. Показатель вырос на 22%. Сегодня геополитическая и геоэкономическая обстановка в мире претерпела существенные изменения. Отсутствует стабильность в развитии мировой экономики, международные отношения обостряются. Причины этого также известны, в частности, это санкции и торговые войны, волатильность торговых бирж и финансовых рынков, сокращение инвестиций. Также увеличивается угроза в сфере безопасности. Это терроризм, религиозный экстремизм, организованная преступность, нелегальная миграция и наркотрафик. Эти современные вызовы не обходят стороной и тюркский мир. Поэтому все это требует от нас комплексных мер. Сотрудничество в рамках Тюркского совета позволяет сплотить усилия и создать благоприятные условия для взаимного развития. Передавая председательство Бишкеку, Казахстан предложил ряд инициатив по тюркской интеграции. Как отметил Нурсултан Назарбаев, необходимо использовать транзитный потенциал стран, входящих в совет. А это Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Государства способны пропускать еще большие транспортные потоки. Чтобы использовать их выгодно, необходимо договориться об упрощении тарифной политики. К тому же в регионе уже запущен удобный финансовый инструмент, возможности которого призвал использовать президент Казахстана. Речь о Международном финансовом центре Астана, в котором используются новые технологии, концентрируется капитал и работают над привлечением инвесторов и финансовых экспертов. Принятая недавно в городе Актау конвенция о правовом статусе Каспийского моря также будет способствовать повышению транзитного потенциала нашего региона. Координация действий в данной сфере позволила бы увеличить эффективность наших транспортно-транзитных проектов. Поэтому в рамках встреч министров транспорта и морских администраций государств Тюркского совета необходимо проводить работу по упрощению тарифной политики и административных процедур. От Туркменистана через Кавказ открылась железная дорога. Со стороны Казахстана морской порт Курык и Актауский морской порт достигли пропускной способности 26 миллионов тонн. Предполагаю, что многие вопросы будут решаться через Казахстан, Туркменистан, Иран. Стоит отметить выход на Персидский залив. Все контейнерные перевозки из Китая через Каспий на Кавказ – это большая возможность, и нам надо ее использовать. От экономики к духовным ценностям Нурсултан Назарбаев отметил успешную реализацию государственной программы «Рухани Жангару». В тюркском мире ее идеи тоже можно реализовать. Президент предлагает начать с проекта по аналогии с инициативой «100 новых лиц Казахстана». В Казахстане успешно реализуется программа «Рухани Жангару». По моему поручению разработан новый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Переход Казахстана на латинскую графику – это хорошая новость, которая сблизит письменность тюркоязычных стран. В рамках программы «Рухани Жангару» реализуется проект «100 новых лиц Казахстана». Наши богатые поучительные истории выдающихся личностей служат достойным примером. В связи с этим предлагаю в рамках Тюркского совета также рассмотреть возможность реализации проекта «100 выдающихся личностей тюркского мира». Запуск проекта «Сакральные места тюркского мира» тоже внесет свой вклад в распространение культуры и истории тюркоязычных государств. Вместе с тем президент предложил инвестировать в Туркестан, ставший недавно областным центром. Нурсултан Азербайев отметил, этот казахстанский регион всегда находился в центре тюркского мира, как духовного, так и социального. Еще одна идея, позволяющая сделать тюркоязычные народы ближе – сплотить молодых людей. «Следует активизировать работу, касающуюся сферы молодежной политики. Предлагаю организовать форум молодых лидеров Тюркского совета на системной основе, в рамках которого необходимо предусмотреть проведение научных конференций, семинаров и других мероприятий. Помимо этого, необходимо продумать организацию этнографических экспедиций молодежи в уникальные исторические места тюркского мира. Данные меры сблизят нашу молодежь и будут способствовать углублению их знаний о культурных особенностях наших стран». Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан по инициативе президента Казахстана в октябре 2009 года на саммите глав тюркоязычных государств в азербайджанском Нахчеване. Сейчас в состав совета входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Турция. Сегодня стало известно, что в этот состав намерен войти еще и Узбекистан. «Хочу высоко оценить и поддержать намерение Республики Узбекистан присоединиться к Тюркскому совету в качестве государства-члена. Этот шаг создаст благоприятные условия для расширения Тюркского совета и повысит его авторитет на международной арене. Надеюсь, что присоединение Республики Узбекистан к Тюркскому совету придаст новое дыхание этой организации. Станет источником многих обновлений». Более того, Нурсултан Назарбаев выдвинул идеи по модернизации Тюркского совета. Глава государства отметил, сегодня полномочия секретариата организации ограничены, а в деятельности институтов тюркского сотрудничества встречается дублирование. «В целях усиления эффективности, функциональной гибкости нашей организации и потенциала институтов я предлагаю следующее. Тюркскую академию, фонд тюркской культуры и наследия и совет старейшин необходимо объединить с Тюрксой. Все они должны работать под эгидой Тюрксой. Нам много чиновников не надо. Тюркпа выполнила свою цель по установлению сотрудничества между парламентами тюркских государств. Тем не менее, на сегодняшний день в его работе не наблюдается последовательности. Поэтому необходимо проанализировать деятельность этой структуры. Если она эффективна, то ее функции следует передать в ведение секретариата. Если неэффективна, то предлагаю ее полностью упразднить. Эти меры позволят эффективно оптимизировать работу организации, регулировать ее культурно-гуманитарную деятельность из одного места, сократить количество сотрудников, а также сэкономить средства. На заседании Тюркского совета стало известно имя нового генерального секретаря организации. С 2014 года его возглавлял представитель Азербайджана Рамиль Гасанов. Его преемником стал казахстанский дипломат Багдад Амриев. Сегодняшние документы как раз помогают нам переформатировать работу, оптимизировать существующие институты тюркоязычной интеграции и сделать эту работу более централизованной или более эффективной. Заключительным этапом работы стало подписание стратегических документов. Чалпанатинской декларации решение о предоставлении Венгерской республике статуса наблюдателя в ССТГ. Заседание Тюркского совета проходит в одно время со всемирными играми кочевников. Это еще один из примеров тюркской интеграции, о которой главы государств говорили во время сегодняшней встречи. Вместе с вопросами развития экономики и духовных качеств, этноспорт и этнокультура позволяют выходить тюркоязычным странам далеко за пределы собственных границ и распространять свои ценности буквально по всему миру. Принято решение, что следующая встреча Тюркского совета состоится в 2019 году в азербайджанском Баку. Иван Тулинов, Ербол Даиров, Дулат Янтибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. Хабар-24, Кыргызстан. Продолжение следует...